Всем привет! В ближайшие пять минут на первом альтернативном новости будущего. С вами Елена Иванова. Фантастика все чаще становится реальностью и, вероятно, уже через два года по дорогам будут бегать автомобили с прозрачными информационными экранами на лобовом стекле. Пожалуй, самой интересной разработкой в этой сфере на сегодня является прототип лазерного дисплея от компании Pioneer. Разработчики продемонстрировали, как прямо перед водителем появляется навигационная карта, которая транслируется непосредственно со смартфона под управлением Google Android. Самое приятное здесь в том, что Pioneer действительно намеревается запустить свое новое запретение в массовое производство. Случится это не раньше 2012 года, так что запасемся терпением и посмотрим, оправдает ли компания свое название. Ученые технического университета Ильминау из Германии создали своего рода противоположность программе «Дополненная реальность». То есть их новая разработка не добавляет элементы в картинку компьютера или смартфона, а наоборот удаляет их. Например, вы запускаете на планшете или другом компьютере программу и смотрите на окружающий мир через объектив камеры. И вдруг какая-то деталь вам не нравится и портит всю картину. Тогда вы берете стилус, выделяете нужный объект и, о чудо, он внезапно исчезает. Как будто его и не было. Но это еще не все. Программа преднамеренно ухудшает качество картинки до той поры, пока удаление объекта не станет максимально простой задачей. А после восстанавливает качество изображения. Вся операция занимает не более 40 миллисекунд и качество обработки близко к совершенству. Существующий прототип программы работает на одной из настольных Windows, но разработчики уже трудятся над Android-версией системы. О других новинках далее. В Мадриде возле музея Prado студия Luma установила самый большой в мире тетрис. Интерактивная инсталляция получила название Luma Blocks. Игровой экран имеет габариты рекламного щита, и для того, чтобы сыграть, необходимо два участника, которые управляют падающими фигурами при помощи жестовых команд в пространстве. Первый бегает влево и вправо и перемещает фигуру в соответствующем направлении, а второй поворачивает их. Сыграть в самый большой тетрис может любой прохожий. Все возможные планшеты, в последнее время заполонившие рынок мобильных устройств, имеют один общий недостаток. На их сенсорных экранных клавиатурах неудобно набирать текст. Решить эту проблему может тыловая клавиатура Alpha U2, представляющая собой портативную контактную док-станцию. На задней части этого девайса располагается набор клавиш, что сначала кажется очень необычно. Но по заявлению производителя, скорость набора текста на такой клавиатуре может достигать 250 знаков в минуту после недели привыкания. Аксессуар подключается к планшетам с дисплеями от 5 до 7 дюймов и почему-то не поддерживает Bluetooth. Наделав шуму в кинематографе, 3D-мания наконец-то добралась и до компьютерных игр. Как стало известно, знаменитый продукт Call of Duty Black Ops скоро предстанет в трехмерной версии. Конечно, для того, чтобы насладиться реалистичным объемным изображением, нужно будет запастись ТВ-панелью с поддержкой 3D и установить последнюю версию прошивки на Xbox 360 и PlayStation 3. Выйдет и версия игры для PC, но на простом мониторе 3D не ощутишь, так что и здесь тоже придется изрядно потратиться. Успех данного продукта во много может определить будущее всей игровой индустрии. Но, как показывает практика кинематографа, стоит только одному начать, и эстафету 3D подхватят другие производители игр. 3D-версия Call of Duty Black Ops поступит в продажу уже 9 ноября, и стоимость ее для всех платформ составит 60 долларов. В последнее время у меня складывается такое впечатление, что роботы уже начали осуществлять свой план по захвату мира. С каждым днем их становится все больше и больше. Одно дело, когда роботизированные механизмы служат помощниками человеку, и на некоторых производствах даже полностью заменяют его. Но, видимо, скоро заменят и в театре. Очередной робот-актер, а точнее актриса, сыграет одну из главных ролей в спектакле. Жерминаль, так зовут андроида, будет играть саму себя, то есть робота. По сценарию, молодая девушка неизлечимо больна, и чтобы скрасить последние дни жизни дочери, родители купили ей робота. Додуматься до такого могли, конечно же, только японцы. По словам настоящих актеров, им было очень необычно играть в одном спектакле с роботом. Стоит отметить, что механическая Жерминаль – достаточно дорогая игрушка. Не каждый театр может себе такой позволить, но зато она не требует гонорара. Премьера спектакля состоится через месяц, и если зрители оценят задумку режиссера, театр поедет в мировое турне, а на вырученные средства купит еще одного андроида-актера. А создателем Жерминаль является профессор-ученый Яшигура Хироши, известный тем, что создал своего роботизированного двойника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова